всем привет мои хорошие и сейчас я вам снимаю так как когда меня нет как у свекрови все это находится все все причиндалы как бы когда мое отсутствие как у них на кухне на моей вот это вот так выглядит все честно говоря мне вот это вот не нравится мне нравится вот это безобразие понимаю что это тут все для ребенка но я считаю что ложки и тарелки должны быть лежать в шкафу на своих местах то есть ну и фрукты естественно у меня тоже на своих местах всегда лежит вот сейчас это выглядит вот так вот вот тут вроде как так все нужное подруг но надо любить чтобы все было под рукой на салфеточки здесь все зимние ложечки трубочки кстати никогда не мойте трубочки вот они мытые вот видите наверное этот полосочка двигается я и говорил то что лучше не надо мыть трубочки потому что они не промываются вот этот остается она засыхает внутри то есть сок молоко а вот он пожалуйста молоко вот она капелька молока видно она хорошо хорошо не буду но трубочки все равно лежат и сохнут и это все высыхает это инфекция там лишнее которое не нужно вот если кровь в этот раз кстати еще привезла набор таких вот кастрюлек маленьких честно говоря даже подумала блин а как они будут смотреться вернее как это будет когда огонь будет просто на всю кастрюльку и блин как это готовить видела конечно магазине такие кастрюльки но мне они показались детскими просто ну ребенку вот честно просто ребенку поиграть вот в этот раз она уже их привезла потом покажу вам кастрюльки и конечно же банан вот они ему дают только кусочек малюсенький я даю сразу целый банан целиком ну что мучить ребенка он хочет банан пусть ест маленьким кусочком потом будет еще маленький кусочек ждать еще а банан тухнет в этот момент лежит вот короче вот так вот и сейчас я вам покажу как это все выглядит у меня смотрите дальше да еще самое главное забыла не люблю вот честно не люблю когда масло стоит вот здесь с него льется там если что-то какая-то капля которого вы не заметили она останется там и с такой вот штуки ее оттереть очень сложно здесь вот тоже она бывает оставляет чайник ставит туда бывает терку ставит я люблю когда у меня тут все чисто все идеально блин вот так конечно еще вот этот не мешает но это маленькая мусорка я пока не придумала что как потому что здесь у меня нету здесь у меня вот стоит ну вот лук сейчас лежит лук я сейчас уберу его не хранится хранятся сковородки термос формы всякие сейчас там конечно безобразие натворили мне а так обычно у меня все аккуратно здесь и чистенько что там он валяется все залетела куда-то надо опять заново после свекрови убирать то есть но обычно мне такого здесь нет у меня все аккуратненько тут так все теперь давайте ждем сейчас будете смотреть как у меня все это выглядит здесь но на столе я уже тут положила немножко свою а так он был чистенький я уже слазила там залезла куда мне было надо так и теперь так как у меня выглядит так как люблю я я люблю когда у меня все чисто где ничего нигде не навалено нигде не стоит вот ну конечно не всегда так бывает бывает навалено я убираюсь снова там что-то такое но бывает здесь у меня чайник всегда его ставлю поближе туда всегда чтобы здесь было побольше места здесь обычно у нас один творожок он обычно стоит греется здесь у меня бывает кастрюль много стоит но мне не нравится это конечно я люблю когда она пустая но получается что два чайника то есть в основном я вот этим пользуюсь сейчас уже в этом я как бывает побольше скипячу воды и просто там вода то есть зима пить захотел я раз отсюда налила то есть мы его не трогаем там просто в нем хранится вода поэтому пока что он стоит вот это много пустых кастрюль они то есть вот здесь вот у меня стоят но бывает я убираю ковшик я убираю том что я почти не пользуюсь он так чтобы яички сварить ну тут конечно все чисто здесь я не люблю когда у меня тут все навалено не люблю конечно вот эта штука мне очень мешает очень раздражает ну не знаю что-нибудь я придумаю когда-нибудь и напишите в комментариях как какой вариант вам понравился больше первый когда был вот сейчас первый или второе как сейчас вот так же кстати свекровь очень любит здесь на подоконнике ставит кастрюли хлеб бывает кладет в кастрюлю у меня вот так здесь хлеб здесь у меня но сейчас вот этот половиночка банана конечно она лежит здесь сейчас в тарелочке я вместе с тарелкой положил потому что банан получается голый здесь я в этой штуке кладу грязные овощи фрукты и потом при ребенке их мою то есть чтоб ребенка это видел потому что это на самом деле очень важно сталкивалась с такими детьми которые считают то что фрукты овощи магазине уже моют и они чистые их мыть не надо я видел как люди спокойно едят яблоко которая прокатилась по всему залу оно грязное его не моют и просто едят и говорят что это нормально то есть это вот как раз я так думаю что родители те родители которые детей приучили что мы летим тихаря мыли эти фрукты овощи магазинные и давай то есть ребенок сам не мыл и он привыкает у меня муж например так он привыкает он говорит да магазине все чистое потому что он не видит как мама моет яблоко там принесенные с магазина он это не видел никогда а меня мама приучила наоборот то есть всегда у нас лежали грязные фрукты овощи в тарелке там либо вот так вот в чашке они лежали грязные мне мама всегда говорила сначала помой а потом ешь я знаю даже если оно чистое даже если то что свою кровь уже успела помыть я все равно его заново мою это уже как это в голове с головой уже и потом уже только ем то есть тут у меня тоже лежат грязные я знаю что у меня здесь грязные я буду также приучать ребенка сначала помой а потом уже ешь то есть я считаю это правильно ну и хлеб здесь конечно я купила хлеб черный вот победе кстати очень очень вкусный вот ну и тут свекровь что-то оставила блин надо было им отдать хлеб обратно потому что завтра я буду готовить уже хлеб ладно может сегодня он его доест сегодня что-то ему надо поесть вот ну здесь киви такая маленькая как яичко вот так вот короче короче пишите кому как понравилась какая кухонка такая или которая была до этого